Время новостей на КАПЛЮС. В студии работает Айнур Мазибаева. Здравствуйте. Найдено тело одного из горняков шахты имени Кузимбаева, что в Карагандинской области. После выброса метана и обрушения на предприятии Арселор Миттелла под землей остается еще один шахтер, 27-летний Маратон Баев. Тело 50-летнего Серика Жумашева смогли извлечь из-под завалов спустя почти сутки после взрыва на шахте компании Арселор Миттелл-Тимиртау. Еще два дня назад его провожали на очередную смену в забой. Теперь с Сериком прощаются навсегда. После ЧП с места эвакуировали 168 горняков. Вместе с Жумашевым под землей остался еще один шахтер, 27-летний Маратон Баев. Его тело пока не найдено. На сегодняшний момент зачищено около 31 метра выработки. Поисковые работы продолжаются. Создана комиссия по расследованию причин аварии. 15 мая 2010 года из шахты Кузимбаева удалось вывезти 164 человека. В ЧП можно было предвидеть, уверена общественник Наталья Томилова. Месяц назад на этой же шахте уже был выброс метана, констатирует она. Тогда взрыва удалось избежать, а людей успели эвакуировать. Но конкретных мер по безопасности так и не приняли. А все потому, уверена активистка, что работодателя за смерть шахтеров ни разу не наказали. Компания Арселор Миттл совершенно не дорожит жизнью людей. Вот так можно сделать вывод. Потому что никаких выводов для себя с этих трагедий они не делают. Горняк Сергей Москалюк в прошлом году попал в подобную аварию на шахте Тентекской. От внезапного выброса метана тогда погибло 3 человека. Сергей выжил, теперь он инвалид третьей группы. Компания никак не компенсировала ему случившееся. Предприятие скрыло факт травмы, говорит рабочий. Но по выходу из шахты нам не оказали никакой медицинской помощи. Хотя это все знали они прекрасно. Были жалобы, но в итоге сказали, лежайте домой и все. Потом состояние ухудшилось. В департаменте ПЧС уверяют, выброс метана месячной давности никак не связан с нынешним ЧП. Мол, последний взрыв произошел совсем в другом месте шахты Кузимбаева. Общий объем завала, по последним данным, больше 500 тонн породы. Ирина Бердашова, Ленар Галимов, Карагандинская область, Казахстан. А Южный Казахстан лихорадит. Четыре человека заболели конко-грымской геморрагической лихорадкой. В областном департаменте Госсанэпиднадзора сообщили. Диагноз подтвержден у жителя Казыгурдского района и трех жительниц Сарагашского и Ордобасинского районов. С начала года диагноз КГЛ поставили 15 жителям Южного Казахстана, трое из которых скончались. Еще свыше 11 тысяч человек с укусами клеща обратились за медицинской помощью. Как известно, конко-грымская геморрагическая лихорадка передается в результате укуса клеща. В прошлом году во время вспышки геморрагической лихорадки в роддоме Южно-Казахстанской области скончались трое врачей, они награждены посмертно. Нынешние пострадавшие проходят курс интенсивной терапии. Оба в очень тяжелом состоянии с выраженным геморрагическим синдромом. То есть гематомы по всему телу, кровотечения полостные со всех, и желудочно-кишечное кровотечение, носовое кровотечение, гематомы по всей области тела и незначительное нарушение сознания. То есть заторможенность, полная динамия, выраженная интоксикация. На сегодняшний день состояние их стабилизировано. Один из этих больных, мужчину, мы вчера перевели в общую палату. Из инфекционной больницы в Павлодарской области выписаны пять человек из числа контактных с больными сибирской язвы, сообщает Костак. В настоящее время в клинике находится четверо пациентов. Их состояние оценивается как средней тяжести. Наблюдается улучшение. Еще один госпитализированный ожидает результатов анализа. В инфекционной больнице опровергли поступление новых пациентов с диагнозом «сибирская язва». Напомню, об этом 25 июня утром сообщили в МЧС Республики. Якобы из Желкодубского сельского округа были госпитализированы 10 человек. У шестерых диагноз подтвердился. Двое больных скончались. К слову, местные жители накануне заявляли в СМИ о том, что число погибших от сибирской язвы вдвое больше официальных данных. По сообщению областного департамента госсанопеднадзора, круг контактных по области расширился до 119 человек. Все они находятся под наблюдением медиков. Попытку досучаться до самого главного медика в стране предпринял один из казахстанских пенсионеров. Бакеш Жапашев приехал в столицу к министру здравоохранения Жекселы Кудускалиеву, чтобы пожаловаться на алматинских врачей. К чиновнику от здравоохранения инвалид войны пробивается больше трех месяцев, рассказывает Бутагос Омарова. Добиться приема у министра здравоохранения Жекселы Кудускалиева, алматинцу Бакешу Жапашеву, оказалось не так-то просто. Тогда он с товарищем по несчастью Юрием Огаем из Тараза решились на пикет. Развернув плакаты, мужчины направились в ведомство, однако в министерстве их не пропустили. Стражи порядка попросили незваных гостей освободить фойе и решать все вопросы бюро пропусков. В этих органах полная коррупция, берут со всех почти взятки. Об этом знает от уборщицы до медсестер. То есть игнорируют ранее установленные лабораторные все анализы академиков, профессоров, докторов, кандидатов медицинских наук. Сами беседуют 3-5 минут и пишут, что вздумается. Мужчины почти полный рабочий день простояли у Минздрава, но увидеть Жекселы Кудускалиева так и не удалось. Несмотря на провал мероприятия, алматинец Бакежа Пашев намерен добиться встречи с главным врачом страны. Батагос Омарова, Сама Турнбаев, Астана, Казахстан. Канун дня журналистики сотрудники государственного информационного агентства Казахстана Казинформ начали забастовку, требуя выплатить долги по заработной плате. Деньги журналисты не получают уже 3 месяца. В конце февраля 2010 года сотрудники Казинформа уже обращались к премьер-министру республики Кариму Масимову, оставив сообщение на его страничке в интернете, в котором жаловались на систематические задержки заработной платы. Рупор государственной власти попросил главу правительства взять под свой личный контроль финансовую деятельность компании и провести соответствующие проверки. Реакции не последовало. Казинформ является старейшим в Казахстане государственным информационным агентством. Он стал преемником Оренбургско-Тургайского отделения роста, основанного в 1920 году. Ну, сегодня с утра от столичных журналистов не было ни одного материала, но они как бы объявили сидячую забастовку. Накануне дня печати, не имея ни средств на проезд, ну, у каждого дома семья. Да, есть кредиты, которые менеджеры кредитных организаций, смс-скими, звонками, они достают журналистов. В общем-то, неприятная ситуация получается. А на юге страны всех тревожит качество жилья. Почти 20 тысяч шумкенцев рискуют собственными жизнями. Все они живут в домах, построенных по госпрограмме. Как выяснилось, квартиры не соответствуют нормам безопасности. Подробнее Марина Низовкина. Осторожно госжилье. Без особых усилий шумкенсец Айбос Кремкулов может по кусочкам разобрать собственную квартиру. Жилье в микрорайоне Нурсад он получил по жилищной программе два года назад. Но уже сейчас дом в аварийном состоянии. Мы когда дома сидим, и если едет автобус, то весь пол трясется. Мы куда уже только не жаловались. Нам однажды вообще сказали, ну, что вы хотите за 350 долларов? Жильцы вспоминают, буквально после новоселья 40-квартирный дом затопило первым же дождем. Потом вылезли и другие огрехи строительства. Между тем, каждая из семей выплачивает ипотеку по 300 долларов в месяц. Дожди наши вот все сказываются, снега, вот они тают, и все у нас в квартире. Извините, я живу на втором этаже, да? Если на второй этаж доходит, я не знаю, что там на пятом творится. После многократных жалоб жильцов злополученного дома прокуроры решились на проверку. Спецкомиссия выяснила, дом попросту недостроен. В ходе предварительного визуального осмотра с участием представителей уполномоченного органа, то есть государственного архитектурно-строительного контроля по Южно-Казахстанской области, установлено отклонение от проектной смертной документации и выявлено некоторые виды работы невыполненные. В халатности обвинили генподрядчика. Нанесенный ущерб бюджету 26,5 тысяч долларов. Но в списке прокуроров нет тех, кто принимал новостройку. В строительном отделе теперь оправдываются, мол, не всегда можно заметить о грехе. Бывает, что вот эти работы, они со временем приходят, выявляются вот эти некачественные работы, выявляются вот в течение вот этих двух лет. В течение 10 дней подрядчик должен исправить все недоделки. Принимать работу будет опять все тот же отдел строительства. Между тем прокуроры насчитали еще 40 сомнительных домов в микрорайоне Нурсад. В опасных домах живут почти 20 тысяч человек. Марина Низовкина, Эльдар Жанусканов, Шемкент, Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова